всем привет вы на канале мотосибирь сегодня у нас обзор обзор обновленной техники вента касаться будет модели корса много изменений прошли мы за последние пару лет и в основном все эти изменения к лучшему часто задают вопрос что бюджетного можно приобрести нету много денег хотелось бы более-менее что-то качественное что взять и скутеров и так далее я думаю что данная модель будет фактически спасительный для для тех людей которые хотят хотят приобрести технику китайскую новую но чтобы хотя бы чуть-чуть пахло качество вот так можно правильно сказать потому что до 60 тысяч рублей а реально вы будете смотреть 50 80 кубовые модели со 139 мотором который будет разваливаться просто на ходу у которого очень много болячек который не везет массу не едет особенно те которые покупают его на 12 колесе это одно расстройство здесь совершенно другой продукт сегодня хотел рассказать о их комплектациях у нас обзор есть уже на данную модель сейчас мы также пробежимся по плюсам и минусам данной модели она бюджетная как ни крути но самый главный конструктив мотор рама подвеска здесь будет работать и не будет столько хлопот как многих других бюджетных версиях первое поколение выходило три года назад чуть меньше трех лет выглядел он очень похоже особенно вот модель двухцветную там были белокрасные белочерные белосиние черные были и так далее нужно было заметить что модели была дорожная резина но шины но они себя не очень оправдали и так как люди приобретают в основном передвигаться абсолютно по любому покрытию было правильное принято решение в этом году поставить все таки шину повышенной проходимости универсально для того чтобы можно было передвигаться по грунту и так далее это очень правильное решение передние дисковые тормоза длинноходный амортизатор и амортизатор достаточно неплохого качества они реально работают и по ним фактически нет обращений так что просто типа сломался не работает их пробивает гнут штоки вот такие вещи бывают или очень на очень большом пробеге меняет около 20 тысяч километров поэтому передняя подвеска работает идеально с гидравлическими тормозами тормозит здорово гидравлика как мы знаем изначально сначала начали производить данную модель со 150 кубовым мотором размер был мой поршневой группы на 57 потом когда поняли что база короткая и вариатор модера ю д обновленные и вариатор расстояние между сцеплением и вариатор очень маленькая размер колеса на 10 3 с половиной не 12 что нету смысла ставить такую большую размер поршневой группы поставили все два 125 кубов полноценный и ничего не поменялось кроме расхода топлива расход топлива упал тяга осталась та же самая вариаторы остались те же самые компактный двигатель сжатый 10 сил едет просто прекрасно в тяге вообще ничего не потерял мне очень и очень нравится честно говоря моторы китайские 152 157 кто знает этот мотор это единственные скутерные моторы ну из тоже 1 в том числе большие объемные которые действительно будут нормально ходить в них будет нормальный ресурс нормальная тяга будут хорошо вести массу и нет мелочных проблем как на 139 моторе поэтому те кто особенно хотят чтобы можно было разгоняться не 60 километров в час а чуть больше спокойно данная модель бегут 85 90 километров в час и тащит массу что в одного вы едете что вдвоем он способен утащить массу до 160 килограмм хотя это нагрузка на конструктив моторы спокойно и 200 типа везет без всяких проблем но подвеска и рама будут страдать при такой большой грузоподъемности то есть максимальная нагрузка рекомендованы на данную конструкцию это 160 килограмм мы видим что амортизатора стоит 2 сзади усиленная сзади стоит смежная часть полка на которой крепится амортизатор чилиш также ось поддерживая сквозная и одевается колесо все это дополнительная опора конструктивно вместе работает на двух амортизаторах то есть это уже проверенная временем конструкция она зарекомендовала себе и значительно ходит лучше чем модели с одним амортизатором особенно когда это касается бюджетных версий вот маркировочки все грамотно сделаны по существу объем 124 куба 125 кубиков по документам вот все здесь по 49 сантиметров все абсолютно аккуратно все выбито полочка все по заводскому никаких вопросиков все раз посмотрели и маркировка на самом двигателе тоже присутствует 49 кубов то есть все четко и грамотно на также до сих пор мы знаем что есть проблемы с глушителями глушителя дешевые и много у кого до 5000 километров магушителя разваливается прогорают внутренняя часть начинает болтаться появляется звук и так далее немножко изменили глушитель поставили соединительную часть между приемной трубой и самим глушителем вот такой разноширокий стал вот но я думаю что на этом все таки вопрос не закончится также часто кто проваривает полностью пошло укрепление это тоже является проблемой сопливенькое крепление хоть она задняя второе есть тоже но верхняя страдает больше и внутренняя часть там получается наружнее металл потом идет шумопоглотительный материал и внутренняя часть перекладины который держит этот материал часто они отламываются перегорает и начинает бремчать внутри приходится скрывать глушитель выкидывать эти части заваривать его по новой вот такие вот есть здесь минусики но на чем-то нужно было сэкономить также невооруженным взглядом многим будет понятно что выглядит немножко стала моделька по-другому за счет диодной оптики и наличие LED лампы непосредственно фаре головного света это огромный плюс потому что в миллион раз китайцам поясняют что но сделайте вы сразу нормальный поставьте лампочку либо сделать и путевый свет зачем человеку покупать скутер затем потом начинать бороться с вопросом освещения неужели там копейки разница чуть-чуть бюджет увеличить но сделать уже все четко чтоб человек ездил радовался не бегал там подбирал все лампы и так далее и тому подобное поворотники данной модели оставили лампочные все остальное диодное все очень красиво и симпатично выглядит но на этом дело не ограничилось и также были огромные вопросы и запросы по моделям по такой же модели вопроса почему нету багажника там почему приходится покупать такой модели переделывать и ничего не положить места очень мало внутри но это на самом деле так потому что техника компактная и в ручную кладь по существу ничего не положишь здесь бак здесь место для ручной клади этом документы сложить какие-то минимальные вещи вы не шлем не можете положить и какой-то объемный груз хотя есть вспомогательные карманы чтобы что-то ложить и так далее но тот кто ездит там поехал в лес или еще что-то тому нужно куда-то что-то положить место критически не хватает поэтому на свет родилась модель идентичная но уже в комплектации с большим багажником также нужно сказать о том что моделька еще имеет есть комплектации с багажником и с кофром дополнительным несколько комплектаций меньше кофр больше кофр но по существу можно выбирать самому кофр кто-то вообще никому кому-то он не нужен поэтому существует разные комплектации ну и по поводу модели который имеет контрастный окрас очень современный молодежь особенно очень любит начиная от космоса вот такого очень красивого интересного цвета синие перемешку с темно-синим звезды неба и черного energy black energy который имеет тоже в такие вкрапления разные желтые зеленые синие фиолетовые красные вот так вот по конструктиву ничем не отличаются эти модельки только выполнен окрас в разные цвета вот такие вот имеет изменения данная модель я думаю очень будет популярна как и обычно и ценовой диапазон зависимости от комплектации это от 55 до 60 тысяч рублей зависимости от того какую комплектацию и с каким окрасом вы захотите приобрести модельку ну и как обычно всегда пытаемся отвечать на вопросы подписчиков что как и тому подобное кстати аккумулятор уже второй год идет гелевый не нужно обслуживать нужно обслуживать не заливной просто на зиму вы обязательно откручиваете заносите в тепло потому что он не терпит минусовой температуры это очень важно и также спрашивают по поводу подножки центральной здесь подножка сделала бюджетно не рассчитана на то что вы будете на подножке на центральную подножку поставить и будете сидеть на самой технике то есть она предназначена для того чтобы только саму технику подвесить заднее колесо чтобы никуда не уехал при автозапуске и так далее на прыгать на подножке центральной или сидеть вдвоем а потом сталкивать с подножки ехать тем самым вы убиваете вот эти крепления посадочные места вот этот вот шпонка это отваливается гнется внутренняя часть и это все уходит в никуда разваливается поэтому эксплуатируйте правильно никаких проблем не будет кстати в этой модели сигнализация с дистанционным запуском и как бы она работает но обратного оповещения о том что запустился супер или нет конечно же нет это бюджетный вариант вот на замок на открывание кстати здесь один открывание непосредственно багажника и заливной горловины бака также здесь есть противовандальный замок боковой который закрывает непосредственно основной замок чтобы туда никто ничего не мог заткнуть я также от попадания влаги защищает интересные такие зеркала поворотные бюджетные конечно недорогие интересно так сделаны под карбон вот но пока вроде как никто не жалуется но при падении разваливается конечно без вариантов посмотрите как более четко сейчас все соединение все как нежели чем старых версиях нижний пластик стал более мягким смотрите как играет то есть возможности разбить это будет надо постараться пластик крашеный да он будет разлетаться но все равно мягче чем в первых поколениях скутеров там 12 13 15 года здесь равно уровень поинтереснее даже при учете то что все таки техника максимально бюджетно в общем что хотел сказать что на современном мире китайскую технику скутера меньше ста двадцати пяти кубов нету смысла покупать вообще никакого всем рекомендую данную модель тех кого не хватает финансовых средств на покупку более дорогих моделей либо японского либо китайского производства ну и всем подписчикам как обычно мы делаем дополнительные скидки собранном состоянии скидка будет 1950 рублей на данную модель на все модели абсолютно в упаковке она будет составлять 4000 рублей заводской сами будете собирать объем сборки не такой же большой но вопросы небольшие есть нужно потратить свое время все полностью собрать за это дополнительно нужно будет заплатить 2000 рублей как-то так я думаю для бюджетной версии очень неплохая скидка отправляем как обычно различные регионы пишите на ватсап вайбер и звоните ответим на любые ваши вопросы отправим самым на самых лучших условиях любой транспортной компании любом направлении спасибо что вы были на нашем канале всем пока